Всем привет с вами Игорь. Сегодня посмотрим сколько за этот месяц май выработала моя солнечная электростанция это 4 киловаттный массив весь месяц был вот такой вот сейчас как вы видите вот такой вот тучи капает постоянно солнца практически нет иногда там было солнышко но такая погода ладненько идем к счетчику и так вот мы возле ваттметра и сейчас посмотрим что у нас за май 2020 года произвело так это по китайски 373 44 киловатт часа но это нижняя строчка левый угол 373 это даже меньше чем было в прошлом месяце в апреле было 400 что-то 60 или сколько там уже точно не помню а в этом месяце так вот мало оказалось ну сейчас напряжение 182 вольты и 420 ватт выделяется включена только первая ступенька как видите диод светится и тэн который в этом бойлере но о нем я позже расскажу вот а в начале месяца я думал что мой солнечный обогреватель и не понадобится то есть энергия будет лишняя ее придется просто выключать не пользоваться оказалось совсем не так месяц оказался довольно таки холодный дождливые это май 2020 года весь месяц дожди многие люди даже печки топили как зимой просушить надо было дом там сыро холодно на улице дома не комфортно так короче вся энергия у меня ушла в пользу даже еще и мало еще было бы хорошо чтобы еще больше грело вот так еще какие наблюдения первый раз я увидел на своем ваттметре вот этом 3800 ватт показывал это так не из-за тучки ну было так прохладно солнечно каких-то полдня прохладненькая такая погодка была ветерок я включилась а вот это вот вся нагрузка все ступеньки и я еще дополнительно включил электроплитку полтора киловаттную я показывал я как я там картошку что-то варил или жарил не помню уже пришел посмотрел тут 3800 ватт это у меня четырех киловатт не массив ну я это первый раз увидел такую мощность почти номинал можно сказать но еще можно было бы ее подгрузить и было бы 4 киловатта но я пока что этого не видел ну то что видел о том говорю так что о еще интересный момент это у меня получается бойлер вот этот он тоже подключен к солнечной электростанции напрямую даже вот без вот этих релюшек включателей то есть он первый как бы в приоритете там есть дополнительная нагрузка нет но бойлер он греется всегда он не отключается от панелей вообще никогда 300 ватт там написано на тене 300 ватт 220 вольт вот но 300 он не потреблял у меня там было 200 210 вольт то там что-то 200 ватт на нем выделялось ну по ватт метру вот этого постоянного тока такая мощность есть всегда даже сейчас вот такую пасмурную погоду капает дождик вот и у меня здесь сейчас на данный момент выделяется 470 ватт это этот тен работает который в бойлере и первая ступенька нагрузки это воздушный там тут у меня подогревает воздух вот и этого тена оказывается 300 ваттного хватает чтобы нагревать такой вот 400 литровый бойлер поддерживать в нем температуру постоянно он у меня так немного утепленный но не сильно но утепленный можно сказать поддерживать такую температуру но я точно не скажу ну так ощутительно где-то градусов 40 потому что там я когда в душ залазию то не ощущаю так ну если я не ощущал температуры воды да то было где-то 36 а так как ощущаю что она немного теплее моего тела то значит где-то ну 40 там может 42 примерно так вот и этого оказывается достаточно 300 ваттного тена чтобы поддерживать бойлере такую он просто работает постоянно начиная с утра и до самого позднего вечера эти нагрузки они просто включаются если больше солнца или отключается а вот этот вот тен что на бойлер идет он самый первый как бы он не выключается и не отключается он просто напрямую подключенный к панелям и все вот такие вот интересные моменты которые я хотел рассказать в этом месяце вот еще хочу сделать анонс видео готовлю там серия видео у меня такая как бы что можно подключить напрямую панелям без всяких контроллеров аккумуляторов инверторов у меня этого всего нет ну вот такой простенький контроллер ступенчатый вот он просто включает у меня есть отдельное видео как он работает и я еще готовлю видео как это там электро чайник включаю в эту в постоянку 220 и холодильник вот этот я думаю будет интересно вот как я буду подключать холодильник напрямую панелям вот такой вот анонсик ладненько всем пока до следующих видео